здесь у меня будет кружевной дизайн такой ажурный и он у меня будет асимметричный и я сейчас золотонкую кисть и белую гель-краску на палитру и сделаю такую себе небольшую наметочку как он у меня будет располагаться этот мой дизайн делаю такие тоненькие тоненькие такие небольшие штрихи едва заметны но только для меня так рядышком два типсика складываю и на втором тоже делаю такую вот себе прорисовку чуть-чуть заметную складываю еще это уже третий типсик так хорошенечко продумать как у меня все это будет красиво асимметрично так примерно так она у меня будет и чтобы не сбить линии не стереть случайно я зафиксирую в лампе и в дальнейшем они мне в работе абсолютно не помешают поэтому можно подсушить белый пластилин это номер и какой номер один пушер обязательно топорик пушер обязательно должен быть чистым потому что если здесь есть какие-то цветные остатки то они конечно смешаются уже будет не так красиво наберу небольшое количество теперь моя задача вот сюда тут участок который я определила для себя поместить пластилин но моя задача поместить такое количество пластилина маленькая и разровнять по поверхности настолько тонко насколько это у вас получится для такой тонкой ювелирной работы можно использовать любые подручные средства но задача надо распределить но ваша задача распределить пластилин как можно тоньше прям размазать его размазать потому что нам надо очень тонкие кружева так у меня получилось теперь мне понадобится ну можно взять апельсиновую палочку но при этом он должен очень-очень остро и я заточила при помощи точилки для карандашей и смоченная водички теперь занимаемся творчеством нарезаем кружева но до этого я хотела стразики сейчас я могу поместить на пластилин всякие украшения и хорошенечко так утопить такие жемчужные можно стразики сейчас я еще стразики добавлю утапливаем в пластилин чтоб ничего не оторвалось у нас стразики добавлю такие вот нейтральные попадаются всякие разноцветные ну ладно ничего страшного сразу продумайте где какие должны быть чтобы их не подвигать я не старалась посередке у меня весь асимметричный дизайн поэтому никаких середок я здесь не намечала прижимаю утапливаю чтобы они хорошенечко утопились и не оторвались если хотите можете потом дополнительный топом перекрыть если считаете нужным на это уже по окончании работе можно пройти стопом здесь мне достаточно нужно уже достаточно теперь самое интересное это нарезать кружево и здесь уже фантазия ваша как говорится пускай распускает свои возможности я люблю чтобы кружево было ажурная поэтому я делаю такие достаточно большие элементы и старайтесь каждый элемент рядом как можно ближе разместить если бы вы нанесли толсто пластилин то когда будете нарезать кружево у вас будет излишки пластилина приподниматься это будет создавать дополнительный объем но это как-то не очень смертельно это не страшно и вот этот творческий процесс меня захватывает всегда и мне очень сложно остановиться я очень люблю вот это все разрисовывать нарезать разрезать добавлять можно выполнять кружочки дырочки можно выполнять отверстие дырочки можно выполнять круглые отверстия можно выполнять продолговатые вот как вам нравится так и делайте и чем больше вы добавить элементов тем ажурный красивее будет смотреться причем на край желательно конечно добавлять такие вот продолговатые какие-нибудь лепестки чтобы они как бы продлевали то есть я сделала как бы ровный край а вот такими лепестками можно край немножечко разорвать край дизайна чтобы он казался ажурным и старайтесь как можно ближе каждый элемент друг дружки размещать не оставляйте пустых мест потому что это будет смотреться незаконченно старайтесь каждый участок каждый нарезать возле стразика восстанавливайте чтобы не двигать их никуда не сдвигать нет никакого специального нет никакой специальных правил нет никаких специальных техник нужно делать именно так никак не как иначе вот как душа ваша вам подсказывает так и делать можете за основу взять какие-нибудь картинки из интернет чтобы вам было нагляднее видно как такие кружева можно нарезать если прилипает значит смачивайте стек или апельсиновую палочку водой или например если вы дотсом если вы дотсом прорезаете тоже смачивайте и очищайте обязательно если налипает то обязательно очищайте чтобы был прям чистый кончик вы должны визуально понимать что вот эти все перемычки это то что мы выполняли такие вот нарезки это как бы нитки и чем тоньше ваши перемычки тем ажур не будет выглядеть ваше кружево здесь хочется прям беленькое оставить даже не знаю да хочется кусочек беленького оставить вот здесь вот между стразиками сделаю небольшие отверстия сейчас я подравниваю все если мне где-то не нравится отправлю в лампу здесь дело пойдет намного быстрее потому что здесь меньше наверняка из вас многие задают вопрос как долго это дизайн выполняется во первых все зависит от сноровки от площади то есть вы можете просто на одном ноготочке сделать такой дизайн это будет не не долго и тем более я клиентка она должна быть подготовлена к тому что это все таки не каждодневный дизайн какой-то праздничный поэтому надо к этому приготовиться плюс некоторые мастера они оставляют достаточно дополнительного времени для такого дизайна и все успевают распределила как видите пальцем не распределяется гораздо удобнее но как мне кажется и я здесь толстоватого нанесла и теперь давайте посмотрим а это у нас с этой стороны так давайте посмотрим стоит сюда добавлять какие-то бусинки или нет я думаю что не стоит здесь я просто нарежу соблюдая вот вот этот вот рисунок который здесь вот такие более продолговатые и вот в эту сторону линии если нанести конечно толстоватый то будет знаете как такая топорная работа будет выглядеть очень объемно сейчас он высох такой нежный более того вы можете перекрыть это топом если хотите но уже бы эффект пропадет он не цепляется он не шершавый потому что гель пластилин он такой как бы мне не такой как акрил края формулю сразу чтоб потом сориентироваться если вы все же переборщили с пластилином и во время нарезания у вас торчит так вот пальчиком можно прижимать сейчас кто-нибудь посмеется пальчиком прижимать а вообще-то дизайн не меньше увлекает чем розы то есть курс мой по розам он тоже такой увлекательный и очень сильно затягивает ну то что я говорила что я толсто нанесла пластилин плюс я делаю очень такие длинные элементы и как пластилин сам по себе собирается излишки пластилина но при этом дизайн никак не портится прям даже хочется так оставить ну ну нет наверно так и не осталось хотя можно да можно вот честно вам хочу сказать и кто смотрит сейчас это видео я все свои дизайны придумываю на ходу когда-то что-то и дело похоже но вот сейчас вот на данный момент на данный этап это все придумывается на ходу не знаю плохо это или хорошо что дает такие дизайны возможно вы их и не будете никогда лепить возможно просто это для вас какая-то творческая нагрузка вы сможете поработать с моторикой чтобы у вас были более точные четкие движения руки и кисти поэтому любая отработка даже если она какая-то кажется на ваш взгляд непригодная она все равно несет положительный момент так начало прилипать мне это не надо все поправлю и отправлю в лампу я решила здесь оставить пусть такой будет беленький кусочек так это с этой стороны с этой стороны здесь тоже сейчас распределю пластилин и все пока распределяю пластилин у меня апельсиновая палочка цвета воде как понять много или мало пластилина вот на данном этапе я вижу что его много здесь он просвечивает таким белым а надо чтобы он был полупрозрачный излишки можно немножечко подснять потому что опять будет у меня лишнее самый такой момент это распределение пластилина которое мне не очень нравится это совсем не творчество никакое так вроде нормально хорошо стараемся выгладить все отпечатки потому что нам не надо отпечатки но получается в эту сторону и нам надо тоже в противоположную сторону по композиции так получается сюда я тоже нарежу для начала край где-то примерно от середки оформлю край я обожаю оформлять край мне кажется когда край оформлен уже прям сразу видно что у вас задумка какая кружевная кружевная то но можно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот что в итоге у нас получается... Отправлю в лампу... Вот такая нежная идея у меня получилась... Любое можно использовать в качестве отдельного фрагмента... Можно также этот прием использовать для создания абстракции, не только для кружева... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...